Важные события из жизни большого города. Изменить жизнь к лучшему. Доступное жилье, развитие инфраструктуры, строительство новых детских садов и школ. Преображение общественных пространств. Это лишь малая часть возможностей, которые открывают национальные проекты. Экология, культура, безопасные и качественные дороги, жилье и городская среда, здравоохранение, демография и другие. Инициированные президентом Владимиром Путином. Они охватывают 14 различных сфер и призваны повысить качество жизни в стране. Самарская область одна из лидеров по реализации нацпроектов. Уникальное городское пространство появится в Самаре уже этой осенью. К 1 сентября завершится реконструкция сквера Борцам Революции и Сада Баланса. Место благоустраивают благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Объект находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Это является важной составляющей для города общественной территории. Ее основная цель этой территории – это общая концепция с фабрикой кухни, в которой в том числе сосредоточен ремонт улицы Луначарского, ремонт проспекта Масленникова, выше до автобусного проезда. На данной территории у нас организован как и общественный контроль, так же и контроль специализированными организациями, строительный контроль. Поэтому здесь каждодневно осуществляется мониторинг выполненных работ. Пространство разделено на несколько частей – сквер памяти Борцам Революции и Сад Баланса. Обелиск Борцам Революции остался неизменным, но территория рядом преобразилась. На газонах высажены цветы и кустарники, установлено новое освещение. Появилась и 50-метровая лестница, которую также можно использовать как зону отдыха. Сад Баланса – это новая территория, которая сочетает природное и духовное начало. Проход по саду осуществляется по мосткам. Естественной оградой сада служат различные кустарники. По ходу движения организованы широкие площадки, на которых можно отдохнуть. Все это в духе советского дизайна, модернистического. С одной стороны, мы предусматриваем очень длинные лапки, которые с виду по себе тоже имеют брутальный вид. Но на них можно, скажем, брелечь будет, потому что они очень длинные. То есть использовать их для своих каких-то простых повседневных желаний. То есть человек идет, и современный человек, ему хочется где-то себя вести, как дома, где-то получать больше контакта, наслаждения с городской средой. Мы много сделали объектов за историю нашей компании, но тут действительно уникальный объект. Здесь применяются новые типы плит, совершенно новый тип лестницы с памбусом, которого в нашем городе еще такого реально не было. Работы здесь закончены на 75%. Ежедневно трудятся полсотни человек. Сейчас они заканчивают устиловать твердые покрытия и высаживать растения. Совсем скоро в Самаре появится новый центр этнографической культуры народов Поволжья. В рамках национального проекта «Культура» проводится капитальный ремонт детской библиотеки номер 14. Ремонт стартовал еще в мае, сейчас основные работы по обновлению почти завершены. Впереди отделка помещений, расстановка мебели и экспонатов. Площадь библиотеки составит 406 квадратных метров. Выполнены работы по выравниванию полностью полов. Отделочные работы, штукатурка, стяжка, подвесные потолки. Сейчас этап уже близится к финишу. Это шпаглевание стен, шпаглевание потолков, укладка финишного полового покрытия. После капитального ремонта детская библиотека номер 14 станет культурным центром с этнографическим уклоном. Несколько пространств позволят окунуться в культуру разных народов, населяющих Самарскую область. Зал с экспозицией народных костюмов Поволжья будет местом проведения мастер-классов по ткатскому делу для всех желающих. Детский зал с печной стенкой станет площадкой для проведения лекций и интересных встреч. Модельная библиотека – это такой центр коммуникации, это место, где люди могут получать совершенно новые услуги. Потому что в этой библиотеке, вот сейчас уже проведен широкополосный интернет, будет подключение к национальной электронной библиотеке, к президентской библиотеке. Детская библиотека номер 14 будет открыта для всех желающих. Ремонт ведется с учетом условий для маломобильных граждан. С апреля текущего года строительные работы вовсю идут на улице Ташкентской. Здесь, на месте бывшего пустыря, возводят двухэтажный детский сад на 132 места для дошкольников всех возрастов. Реализуют современную технологию размещения помещений для учащихся. Каждую детскую группу разделят на ячейки по три на каждый этаж. На первом для детей от года до трех лет, на втором для ребят от трех до шести. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты – раздевалки, игровые комнаты, буфет, спальня, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельный вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации. Он в себе воплотил все веяния современные в плане интерьера, экстерьера и требований нормативных документов. Например, на данном объекте уже используются грузоподъемные механизмы для подачи пищи детишкам, которые будут на первом, на втором этаже. То есть абсолютно удобство, никаких лестничных маршей, никаких остановений потоков. Сейчас рабочие заканчивают возведение несущих конструкций здания. Через некоторое время приступят к отделке. Работает подрядчик с опережением сроков. Мы сейчас ведем инженерные сети параллельно сразу. И монолитку закончили, и сразу же ведем вокруг инженерной сети дренажная система, вода, канализация, отопление. Все это надо закончить до неблагоприятной погоды. Почему мы сейчас идем на опережение? Уже к концу года детский сад обещают сдать в эксплуатацию. В районе подрастают его первые постояльцы. Постройка детского садика в этом районе нужна. Вот соседи у меня живут, они говорят, вот сюда будем устраиваться. У них малыш уже подрастает. Возводят детский сад в рамках нацпроекта «Демография». Кроме этого, рядом с учреждением в будущем реализуют и другую программу – формирование комфортной городской среды. Прилегающий к саду двор благоустроят по подобию остальных городских пространств, которые уже обновили в этом году. Новые парковочные места, свежий асфальт, зеленые насаждения и устройство места отдыха. Здесь всегда будет благоустроенная территория, красивый забор внутри. Все будет хорошо, красиво сделано. Это первое. Чисто визуально. Также, конечно же, этот объект улучшит ситуацию по очередности в детские сады именно в этом районе, потому что здесь смогут воспитываться более 130 детишек. Строительство всех социальных объектов в области на особом контроле губернатора. Дмитрий Азарова. В своих выступлениях глава региона не раз подчеркивал, что жилье в регионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой – дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. Дмитрий Азарова. Дмитрий Азарова. Дмитрий Азарова. Дмитрий Азарова. Дмитрий Азарова. Дмитрий Азарова.